Едем через вечерний праздничный город. Сегодня вечером на набережной будут жечь костры, будут пить пиво, жарить шашлыки. Так у нас отмечают Ликва. Ну и какие-то концерты, конечно, будут. Там уже очень много людей собралось, но мы едем в другую сторону. Мимо центрального рынка и по набережной дальше. Город пустой, потому что все разъехались сегодня отдыхать на природу. Вот впереди такой развлекательно-питательный центр Лидо. И вы, наверное, все знают, кто живет в Риге и кто приезжает сюда тоже. Так, сейчас мы едем по улице Масковас. И это район Киангаракс. А какой здесь был? Здесь был вот красный квадрат, да, с этой стороны завод? Или как он назывался? Что-то там было такое. Тоже в этом районе никогда не было, поэтому... А что, в обычное время здесь поток нескончаемый? Здесь много машин, конечно. Вот это такая заросшая деревьями, кажется, что она в сельской местности пролегает. Дорога, на самом деле, это совсем рядом. С Ригой место называется Дарзене. Это дачные участки, которые находятся на берегу Далгавы. Место потрясающе красивое. Там есть источники, там есть водопадик. И сейчас мы все это посмотрим. Ой, какие дома понастроили. Их не было. Стоит не приехать несколько лет, а уже пейзаж меняется совершенно. Вот она уже видна Далгава. Здесь есть источник. И старинный парк, и интересный пруд. Где-то тут тропа вниз, она ведет к источнику, который течет прямо в реку. Вот она, Далгава. Сейчас будем искать. Некогда весьма дикий парк и неухоженный. Теперь стал местом гуляний для тех, кто здесь живет. Неожиданно. Вот это мое любимое место в Дарзене. Такой небольшой пруд. Очень, очень колоритный. Посередине островки, на них какие-то растут деревья. Место просто замечательное. Обычно здесь очень тихо. На сегодня вечер люди все отдыхают, гуляют. Так что нет вот такого ощущения какой-то уединенности. Но тем не менее прекрасно. Даже рягушки до сих пор еще квакают. Хотя в других местах перестали. Здесь так красиво. Просто еще что-то росло. Да. Вот такие здесь. Просто волшебные места. Кто-то снял какие-то старые. Наверное, были еще такие надписи где-то. Главная дирекция сельскохозяйственная. Какой-то комиссариат. Такой здесь забавный кто-то сделал уголок. А мы идем к источнику. Вот она народная тропа к источнику. Очень крутая. Но хочется показать. Вот он якобы источник рогни, из которого все набирают воду. Кто живет здесь. И даже приезжает из города. Насколько чисто я не знаю. Трудно сказать. Рядом речка. А есть еще места, где просто течет буквально из земли. И тоже впадает в реку. И там очень-очень холодная вода в этих местах. То есть на самом деле родниковая. А мы идем дальше. И теперь поедем на водопад. Вот такой чудесный район. Прямо на берегу. На высоком берегу. Да, Угавы. Прямо на берегу. идем к водопадику здесь когда по моему месяц идет на нерест не много кажется и здесь даже иногда руками ловят по маленькой речечки вот это место которое хотела вам показать когда жарко летом здесь все принимают такой душ стоят под водопадом напор воды такой мощный что мост дрожит это тоже речка но с другой стороны тихие заводи где размножаются уточки мы находимся на гороховом острове оказывается зерно сало рядом рижская гэс поэтому такая быстрая полная вода несется сходим сейчас на краю острова посмотрим на то как выглядит даугава все немного людей отдыхает наверно будет здесь ночевать жечь костры петь песни так она встречает праздник летнего солнцестояния можно заехать до сгс здорово такое удивительное место не знаю зачем делать потому что вот этой рыбе было легче заплывать через этот водопадик не знаю здесь давно такой же камни положены вот уже маленькие утята утки вывелись где они там где они там где-то там плавают в кустиках ну к тому же вовсю дым дымы и костры там уже вовсю на набережной и ужасно много людей все идут отмечать вот так вот правее